Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Улправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Два месяца до новоселья. Дом номер 140 на Красноармейской готовят к сдаче. Точка роста для личного роста. В Ульяновской области открылись уникальные образовательные центры для школьников. В центре Ульяновска появится новое транспортное кольцо. В домах Димитровграда заканчивается установка батарей, несмотря на начало отопительного сезона. Ульяновская область присоединилась к всероссийскому марафону «Точка роста». В 50 субъектах России, в том числе в нашем регионе, одновременно открылись центры образования цифрового и гуманитарного профиля, которые позволяют детям в сельских районах освоить новые компетенции. Какие в сюжете нашего корреспондента? Более 2000 точек роста в одну минуту открылись в 50 субъектах страны 24 сентября. 29 из них располагаются в Ульяновской области. «Точка роста» – новая программа в рамках национального проекта образования. Это сеть федеральных центров просвещения цифрового и гуманитарного профилей. Торжественная церемония запуска учебного процесса состоялась в Октябрьском сельском лицее Чердоклинского района, на базе которого теперь действует одна из точек. Ваши аплодисменты, друзья! Здесь спектр задач очень широкий, и у этих точек роста, конечно же, есть возможности, и стоит такая задача выходить на сетевое взаимодействие с создаваемыми региональными центрами – IT-клуб, Кванториум, Дом научной коллаборации и другие. Точки роста прежде всего нацелены на освоение учащимся с 1 по 11 класса новых компетенций за счет современных технологий и разработок. Так, во время учебного процесса центры образования выводят на совершенно новый уровень преподавания и освоения таких предметов, как информатика, технология и ОБЖ. Если берем такие направления, как ОБЖ, мы, соответственно, здесь сделали упор на безопасной среде. Самый большой охват у нас взял направление технологии, так как мы включили сюда и 3D-моделирование, аэровидеосъемку, робототехнику, портинцепирование. Смоделировать на 3D-принтере, научиться управлять дроном, обучиться игре в шахматы, создать личный медиапроект или сделать собственного робота – ребята могут и после уроков. Двери точки роста открыты для всех желающих с утра и до вечера. Бегать сюда за зданиями можно и во время перемены. Мы успели сделать на этом 3D-принтере вот такие вот брелки. Мы сами их разработали в программе Fusion 360. В принципе, работать с принтером несложно. Программа тоже достаточно интуитивная и понятная. Надо просто посидеть пару часов за ней и, в принципе, разобраться в интерфейсе несложно. А с помощью очков виртуальной реальности школьники могут ознакомиться с экспонатами знаменитых музеев по всему миру и окунуться в историю быта разных народов в разное время. В рамках обучения мы создаем проекты. Сейчас мы работаем с готовыми проектами, которые скачиваем мы игры. В будущих планах мы будем создавать свои игры, свои проекты и также будем показывать всем. Точка роста также позволяет школьникам избавляться от проблем, исполнять желания и генерировать положительные эмоции. Все это с помощью вот таких удобных кофиков и уроков по нейрографике. Федеральный центр образования цифрового и гуманитарного профиля предназначен для районных и сельских школ. В следующем году в Ульяновской области откроются еще 42 точки роста. До 2020 года их число увеличится до 200. Рината Леулова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ из Черноклинского района. В Ульяновской области продолжают достраивать дом обманутых дольщиков. Сегодня председатель правительства Александр Смикалин встретился с жителями дома номер 140 по улице Красноармейской. Два месяца отделяют дольщиков дома номер 140 по улице Красноармейской от долгожданного новоселья. Шесть лет ожиданий тяжб даром не прошли. Долгострой обещают ввести в эксплуатацию уже 30 ноября. А пока рабочие завершают монтаж и отделку. К дому подведены все коммуникации. Специалисты газовой службы завершили монтаж наружных газовых сетей, идет установка газовых котлов. Электрики проводят монтаж этажных щитов и протяжку стояков. Ход работы смотрел председатель правительства Александр Смикалин, а заодно пообщался с будущими жильцами. Первую партию котлов вывешиваем, определяемся с местами выхода воздухозабора под котлы. С понедельника ставим бурилку, выбуриваемся на улицу. Котлы уже начали вешать? Да, да. 19 котлов уже висит. Уже висит. Да, вторая партия на следующей неделе. Тем временем подрядчик укрепляет обоимы столбов в соответствии с рекомендациями проектного института. На объект завезли пиломатериал для сбора опалубки по первому жилому этажу для засыпки утеплителя, не ожидая опрессовки отопления. Весомый вклад носят сами участники долевого строительства, которые еженедельно выезжают на место строительства и контролируют ход работ. Средств дома нет как таковых. У дома средств нет сейчас. То есть есть вы и есть, соответственно, ваши непостроенные квартиры. Поэтому решение, в чем суть задачи фонда, в том, что он берет на себя все эти риски, просто берет и достраивает вместо других. Достроить дом помогает фонд содействия дольщикам. В областном бюджете предусмотрены денежные средства в размере 22,5 миллионов рублей на достройку дома, которые будут перечислены после ввода его в эксплуатацию. Сергей Морозов провел встречу с финалистами и региональными экспертами всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Губернаторы и айтишники встретились на площадке преуспевающей в регионе компания «Медиасофт». Главная тема встречи губернатора с финалистами и региональными экспертами всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – результаты участия Ульяновской области в конкурсах в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики». Этот проект – часть национальной программы «Цифровая экономика». Региональный этап конкурса, учрежденного президентом России Владимиром Путиным, прошел в июне. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. В финал вышли пять команд, которые будут представлять Ульяновскую область на всероссийском хакатоне в Казани. Мы придумали систему контроля, когда за пациентом следит, образно говоря, его гаджет, смартфон или нечто подобное в природе. Поэтому мы сделали прототип, по которому врач может получать данные о выполнении пациентом, его задачи. У нас на данный момент два проекта. То есть первое – это участие в цифровом прорыве, на который сейчас в финал мы попадаем. Здесь мы готовили приложение с геймификацией для того, чтобы решить проблему женщин, которые только-только родили ребенка и не знают, что с этим делать. Мы разработали следующее приложение. Оно объединяет в себе абсолютно все городские сервисы и предоставляет жителям удобный доступ. А сейчас данное приложение на стадии прототипа, и оно сейчас частично уже работает, и мы стараемся развивать его. Быть айтишником в Ульяновской области достаточно выгодно. Для компаний – налоговые льготы, для специалистов – льготная ипотека. По мнению губернатора, помощь командам и организаторам цифрового прорыва – вопрос конкурентоспособности региона. Считаю о том, что это хороший пример для всех – и для IT-сектора, и для реального сектора экономики, и для социальной инфраструктуры, социальной сферы, которая есть в Ульяновской области, о том, как надо правильно вести экономику, как надо правильно вести свою цифровую кухню, на которой готовить будущий продукт цифровой экономики. Участие в крупных конкурсах, по мнению губернатора, стимулирует к развитию и дает полезный опыт для участников. Тем более, что задачи регионального этапа касались здравоохранения и городского хозяйства. Через три дня ребята примут участие в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В Ульяновске прошли депутатские слушания министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко о результатах деятельности профильного ведомства в 2019 году. Подробнее у нашего корреспондента. В рамках депутатских слушаний министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко подчеркнул, что кризис в здравоохранении региона очевиден. При этом ситуация не безнадежна. Для его преодоления нужно проанализировать прошлые ошибки, сделать выводы и работать уже с их учетом. Сергей Панченко обозначил планы на следующий год и попросил губернатора Сергея Морозова, федеральных и областных депутатов, совершить конкретные действия, которые необходимы для нормализации ситуации. Тяжелые экономические ситуации в отрасли здравоохранения, сложившиеся в результате хронического недофинансирования в течение ряда лет, слабые политические команды и министерства, некоторые решения, принимаемые ею с целью скрыти истинное положение дела от руководства региона, порой экономически неграмотно, несвоевременные, в конечном итоге привели к тому, к чему и должны были привести к системному кризису отрасли. Основными причинами кризиса в отрасли были названы хроническое недофинансирование в течение ряда лет, слабая управленческая команда министерства здравоохранения, а также неправильные решения, принимаемые ей, с целью скрыть истинное положение дел от руководства региона. Председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Шерстнев заявил, что действительно, сегодня население недовольно ситуацией, которая сложилась в области медицинского обслуживания. Во многом причина этого – недостаток финансирования медицинской отрасли и ряд системных проблем. С чем это связано и куда их нужно направить? Мы уже услышали, что у нас на сегодняшний день уже 900 миллионов рублей, чуть больше. Уже просужена кредиторская задолженность. Я думаю, что не каждый кредитор ждет, когда же эти денежные средства поступят. Наступит время, когда примутся меры в соответствии с действительным законодательством. Первый заместитель председателя ЗСО региона Василий Гвоздев озвучил позицию партии «Единая Россия» в отношении дополнительного финансирования ульяновской медицины. Наша фракция безусловно поддерживает решение правительства и будет на нем наставить на выделение дополнительного минимума 1 миллиарда рублей. Причем хочу подчеркнуть, что это задача минимума. Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Оба прокомментировала отчет Сергея Панченко о ситуации в сфере здравоохранения. Мне кажется, что сегодняшние слушания совершенно четко продемонстрировали, что у министерства есть понимание ситуации. Оно очень трезвое. Да, не все просто, да, очень много проблем, но есть видение, как из этих проблем выбираться. И отнюдь не только вливанием большим денег решаются эти вопросы. И кадровые, и организационные, и иные меры. Полный, так скажем, перечень и расклад по этому на сегодняшний день. До конца недели будут собраны предложения и отзывы всех депутатских фракций Законодательного собрания Ульяновской области относительно развития отрасли здравоохранения региона. Они лягут в основу соответствующей резолюции. Однако уже сегодня ясно одно. Депутаты согласились с тем, что в бюджет будущего года жизненно необходимо заложить дополнительные средства на отрасль в размере минимум 1 миллиард рублей. Валентина Никонова, телекомпания «Арсенал», специально для Уллправда ТВ. В городе появился новый памятник. Сергея Есенина увековечили в центре рядом с музеем изобразительного искусства. Что связывало поэта с Симбирском в материале Виктории Черковой. Гений, исполненный в камне в Ульяновске, торжественно открылся памятник Сергею Есенину. Скульптурный портрет был создан еще в 70-х годах. Сегодня творение известного народного художника Анатолия Бичукова вышло в свет. В сквере музея изобразительного искусства собрались художники, писатели и первые лица города. Сергей Морозов рассказал загадочную историю появления монумента. Почему его презентовали именно нашему музею, насколько я понимаю, до сих пор нам неизвестно. После этого почти 50 лет скульптурный портрет удивительного художника Слова пылился в хранилище художественного музея. И сегодня, наконец-то, к нашему общему счастью, пришло время выставить его в открытом доступе. Как оказалось, Сергей Есенин был хорошо знаком с уроженцами Симбирской губернии. С поэтами Вольфом Эрлихом и Александром Ширяевцем их связывала дружба и тяга к русской этнике. Ульянские живописцы рады появлению Бюста. Некоторые из них уже успели поделиться не только впечатлениями, но и планами на будущее. Выставочные тенденции на 2020-е анонсировал Николай Чернов, председатель Ульянского регионального отделения Союза художников. На следующий год, естественно, опять же, будет также запланирована и детская выставка, и молодежная выставка. Детская выставка просит нас преподавателей со школы искусства проводить эти выставки. Не бросать их, мы поэтому проводим. Ну а детская, молодежная выставка, естественно, нужно проводить, потому что молодежь меняется и меняется в лучшую сторону. В 2020 году исполнится 125 лет со дня рождения Сергея Есенина. Рядом с его монументом планируется проведение литературных вечеров с участием любителей поэзии. Напомним, Ульянская область участвует в нацпроекте «Культура». Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Улправды.ТВ. Библиотеки должны быть комфортными и современными. Губернатор Сергей Морозов провел встречу с библиотекарями. В областном дворце книги обсудили планы развития ценных культурных учреждений. Книги о цифровате, читальные залы оборудовать по последнему слову техники. Ульянским библиотекам необходимо дать новую жизнь, сохранив при этом ценные научные и литературные труды. Губернатор Сергей Морозов провел встречу с библиотекарями. Глава региона обозначил приоритетную задачу. Сегодня идет такая вот, может быть неправильное слово, борьба за читателя. За человека, чтобы он приходил в библиотеку, для того, чтобы потом он уже оттуда не мог выйти, в хорошем смысле слова. Значит, чтобы он там влюбился в библиотеку, чтобы он там влюбился в книгу, чтобы он влюбился в ту атмосферу, которая там существует, чтобы ему хотелось туда прийти, чтобы он туда приходил, как в одной из самых любимых организаций. Чем привлечь современного читателя? Навести уют, пополнить книжный фонд и добавить современных технологий. В этом году пять библиотек Ульяновской области вошли в число победителей федерального конкурса. На возрождение местной библиосферы поступит 30 миллионов рублей. Деньги будут вложены в ремонт и покупку цифровой техники. Центральная городская библиотека имени Гончарова, она получит 10 миллионов на модернизацию. И две детские библиотеки, одна в городе Сенгелеев, вторая библиотека в городе Димитровграде, они получат по 5 миллионов. В области создаются модельные библиотеки, то есть образцово-показательные. Сенгелеевский район стал одним из первопроходцев. Почитать с комфортом теперь можно в Красном Гуляе и в Силикатном. Это библиотеки, оснащенные оборудованием, новыми книгами. Это пространства удобные, мобильные, которые позволяют обслуживать различные категории, включая маломобильные группы населения, детей различного возраста, взрослых, молодежь. В этом году Ульяновская область будет участвовать в конкурсе названия мировой книжной столицы. А это значит, что библиотечная среда должна быть на высоком уровне. Ее развитие входит в список задач нацпроекта «Культура». Согласно распоряжению губернатора Сергея Морозова, отопительный сезон в регионе начался досрочно. В Димитровграде активно ведется подключение учреждений социальной сферы. Не за горами и тот день, когда батареи в квартирах жилых домов станут горячими. Жители нескольких домов, в которых до сих пор идет капитальный ремонт системы теплоснабжения, сильно волнуются. Опасение вызывает то, что элементарно не во всех квартирах установили радиаторы и змеевики. Наша съемочная группа вместе с жителями и представителями фонда модернизации ЖКХ пытались на месте разобраться в ситуации. Мариса Терезе 2, Ленина 10 и 18. Эти три дома могут не получить отопление одновременно со всем многовартерным жилым фондом Димитровграда. Проблема одна большая, но по отдельности у каждого дома своя. На Марисе Терезе 2 и Ленина 10 работы пока к ремонту системы отопления практически закончены. Подрядчик уверяет, что пуску тепла ничто не мешает. Жители же уверены в обратном. Запуск тепла пока невозможен, так как у нас еще не сделано 6 квартир. Сейчас вешается полотенце-сушитель. На данный момент поставлено 2 полотенца-сушитель на 64 квартиры. Еще, значит, у нас есть работа на чердаке, есть внизу, есть переделки. И в конечном итоге мы ждем узел ввода, без которого мы ничего не запустим. Подрядчик в ответ на претензии высказывается не так уверенно, но не перестает утверждать, что все обязательства выполнят в срок. Люди без тепла не останутся, я уже говорил. С начала отопительного сезона дом будет подключен. Что ж, жители Ленина 10 хотя бы батареи в своих квартирах уже видят. В 18-м доме работы по установке новых радиаторов только-только начались. Трудности были с поставкой материала. Жители приняли решение о том, что у них будут другие батареи буквально в конце августа. Все эти проблемы мы решаем и усиливаем сейчас работу на доме. И работу мы выполним до отопительного сезона. Представитель фонда модернизации ЖКХ Ульяновской области также считает, что опасения жителей не напрасны. Есть серьезные опасения, что до момента начала пуска тепла в жилой фонд эти работы могут быть не завершены. Для этого у нас работы по данному объекту ведутся практически в ручном режиме. Представители фонда следят за сроками и качеством работ. Для ускорения процесса на объекте усилены бригады рабочих. Надо сказать, что и жильцы Ленина-18 готовы потерпеть и неудобства, связанные с установкой радиаторов, и временный холод в квартирах. Страх был, пока не принесли оборудование. Когда сейчас работа началась с пятницы, мы успокоились. До этого тишина была, конечно, мы переживали. Как бы то ни было, отопительный сезон в многоквартирных домах должен начаться, когда среднесуточная температура составит плюс 8 и ниже градусов в течение пяти дней. Три дня коммунальщики уже отсчитали. Если подрядчик сумеет устранить все недочеты, установить все батареи, провести опрессовку и запустить отопление в домах на Марисе Торезе-2, Ленина-10 и 18, то, как говорится, честь ему и хвала. В противном случае организации грозят штрафные санкции. Надяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Демград-24, специальная для Управда ТВ. 26 сентября в Ульяновской области ожидается прохладная погода, местами возможен дождь. Температура воздуха днем составит 8 градусов тепла. Ветер западный 6-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин